Ребята, всем привет! Сегодня 19 декабря, 2023 год Не стал я сегодня далеко забираться Приехал на домашний водоем, на домашнее водохранилище С целью половить леща Приехал с своим другом Владом Пришли на место, где в прошлый год я достаточно неплохо половил эту рыбу Сейчас будем забуривать кружок Приготовим прикормочку интересную Закормимся Ну и будем ждать подхода первых рыбок Ловить сегодня буду на безмотыльном армышку Влад вроде взял с собой снасть поплавком Тоже, наверное, потрясет и чертей, и других мормышек Короче, рыбалочка обещает быть интересной Так что смотрите, всем приятного просмотра Ледок-то еще не очень толстый Сегодня будем рассчитывать на то, что придет лещ Прикормочку тоже я взял, лещовую сегодня И добавлять будем в животных компонентов Здесь у меня есть вареный мормыш Выглядит он как креветка Вот такая, то есть он начал дохнуть Я его сварил И все, сейчас добавляем сюда Для того, чтобы на дне было какое-то шведение Еще сюда добавим еще немного кормового мотыля Все перемешаем И потом уже добавим водички Подождем, пока она бухнет И все, и на дно Кормового мотыля не оказалось Вот, купил обычного В магазине не было, говорит Ну, добавим обычного немножко Чтобы было шевеление на дне То есть, что, я еще на это дело Очень хорошо чувствую Живой мотерик Вкусненький Все, пока припормка тухая Все это дело перемешиваем Чтобы разбить Чтобы у нас равномерно распорядился И мормыш, и мотыль И по всей прокормки И потом уже добавим Варик Чтобы все это дело значит Реальше будет равномерно То есть у нас в итоге получается Вот такая смесь С вкраплениями мормыша И получается вот Живой шевелящийся мотыль Вот Сейчас добавляем водички И замешиваем И ждем Пока это все немного Питает сюда влагу Чуть-чуть настоится Набухнет И будем закармливать Вкусно пахнет, как У меня чем-то таким, знаешь, сладким Как будто вафельки Знаешь, туда размолол Ванилька Отрава Дай на рыбу накормить Хорошо, красиво Ветро почти не чувствуется, да? Да вообще на улице тепло Ага Четыре вернуться Четыре? Да, он еще мужик идет Тоже сюда Надо было взять красную ленту По палкам растянуть И потом он перекрыт Огоражил Отцепление сделать Ёжи Колючка какая В общем, первый круг завершен Поймал одного верша И была одна поклевка Со сходом Поклевка была лещевая такая Протащил буквально Сантиметров 30, наверное, и свалился Сейчас, наверное, возьму подводную камеру Попробую пройти Посмотреть Че-то есть под лунками или нет Ну и, наверное, если рыба есть Будем менять мормышки Под некоторыми лунками рыба есть Сейчас решил попробовать Мимфошарик с гидройным углом И другую мормышку Тоже самодельную С желтым кубиком Попробуем Короче, там какой-то мужик приехал На непонятного вида То ли мото собака То ли снегоход И, короче, по всем кормленным лункам Ей-то, не пофиг Орет, что там Какие-то живлицы, что ли, он там проверяет Потом и там Че-то там леща пытаются Не понимают, что делать Уже поменял несколько удочек Поменял несколько мормышек Решил попробовать На 0.35 чертика На леске там сверху бусин Может, на него будет эффект Рыба-то под лунками есть Попробуй поймай Сучка По губам Поклевка такая петель После долгих экспериментов С разными мормышками Получил несколько поклевок Поклевки предательские Такие, как будто так плюнет И все Взял подводную камеру Пошел по лункам Короче, подлещик пришел И на русло И на полив В некоторых лунках Начали проплывать Такие уже Ну, ввесистые рыбки Так что сейчас, наверное, возьму чертик И пойду уже вытрясать Надеюсь, что что-нибудь Покрупнее клюнет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не крупный Но есть Такой Грамм двести А, локунь Нифига Хужирный локунь клюнул С каким-то наростом Смотрите Какая-то болячка Иди давай Смотрите Смотрите ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блазни львши Ходит, круги наворачивает Хе-хе-хе-хе-хе Мелкий Мелкий На сильную тряску Пью-пью-пью Срез прикормки Давай, иди Соплествия много Решил порыться в коробке с чертям Есть Желание Подобрать что-нибудь Так вот Не знаю Что-нибудь яркое Необычное Насадить кучу бусинок И попробовать поймать И попробовать поймать Есть самодельный чертик Классной формы С бусиной Тут арбузиком еще В комплекте Вот его я, наверное, и поставлю Короче, получилась вот такая вот Снасть Перед чертиком Тоже оранжевая бусина Желтый кембрик На крючке Погнал Чуть-чуть приподнял Чуть-чуть Вот она есть Клещик Сопливый друг Клюнул на черта Видели поклевочку? Чуть-чуть Вот она Ням-ням-ням-ням Мелкий Газулевая Газулевая Понять не может, что произошло Тебе вниз На нулевой этаж Давай Все, пошел Тебе Башкой трясет Окунь А, нет Тебе тоже плоский Третий Тоже мелкий Фигня какая-то Самый краешек Губы Вон что Самый краешек Дедушку позови Может придет Мужик, кстати, который приходил Рядом с нами рыбачил Он убежал Сейчас кто-то у него Проверил У него там прям разбуденный Дырца Прям Кошмар 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 Чуть-чуть прижал Не знаю Видели Не видели Чуть-чуть Прям приостановил Чуть-чуть Не знаю Чуть-чуть Какая-то Чуть-чуть И все И вот он здесь Самый краеш губы Тихо, тихо Не крупный, конечно, но интересно Просто интересно ловить поклевочки на грани чуйки Взял удочку с леской 0,128 Кивок здесь идет 240 мм Ласточки на крыло Чертик самодельный 0,8 грамма Глубина ловли 6,5 метров Конечно великоват немного чертик для такой глубины Лучше бы, конечно, 0,6 Но Тихо, когда рассчитан на этот вес Поэтому Хочется просто Подсунуть Под нос рыбе Кусок чуть-чуть побольше Кто знает Может рядом будет проплывать Какой-нибудь хороший лещ Заметит И клюнет Буду надеяться Возможно, многие спросят Почему Я В данный момент Времени поставил Именно Старожок Ласточки на крыло А не свой, допустим, самодельный Кто-нибудь может скажет Что этот Старожок Лучше, чем твой Или Что надоело На свои рыбачить Или еще что-нибудь В этом духе На самом деле Все очень просто Наверное Даже видео заснять Половину Старожков Для Безмотылок Вот Видите Есть В общем Старожки Которые Чуть больше Допустим Подходят Для Плавной Какой-то игры Да Вот Есть Кто-то мелкий Вот Для более плавной Игры Кунек Клюнет Есть Старожки Которые Подходят Для более Резкой Вот Соответственно Можно Конечно Подстроить руку Да Чтобы Старожком С быстрым строем Допустим Да Ну Как у меня Большинство моих Старожков Играть Там Плавненько И медленно Да Вот Но Есть Еще один Момент Колебания Мормышки В зависимости От Кивка Они Меняются И Видно Это При Ближайшем Рассмотрении В подводной Камере Соответственно Рыба Тоже Своими Поклевками Нет Нет Доуказывает Вот И Еще Есть Один Нюанс Что Когда Работаешь Постоянно Одним И тем же Кивку То У тебя Рука К нему Полностью Привыкает Иногда Бывает Проводка Замаливается Монотонно И Повторяешь Одно И Нет Пластичности В Самом Процессе Ловли Она Как бы Нужна Потому Что Это же Рыба Она Сегодня Берет На Другое Для того Чтобы Повысить Свою Результативность Я Я Использую Разные Кивки То есть У меня Есть Кивки Самодельные Быстрого Строя Есть Кивки Самодельные Более Такого Медленного Строя Где-то Медиум Фаст Есть Кивки Саши Зайцева Из Рентгеновской Пленки И Все Они У меня И Всех Их Я использую На своих Рыбаках Для каких-то целей Подходит Один Килл Для каких-то Другой Ну и Каким-то Таким образом Я все это дело Меняю Подстраиваю Ну и Ловлю рыбу Не знаю Понятно Для большинства Рыболов Для моей Аудитории Ну и Для тех Кто В курсе Кто Уже Не первый Год Ловит На Безмотыльную Мормышку Я думаю Они Напоим Также Есть Кивки Которые Изогнуты Вверх На мой Взгляд Это Лещовый Стиль Рыбалки Почему Потому Что С Таким Кивком Более четко Видна Поклевка На подвой То есть Когда кивок У тебя Загружен И он Подпружинен Кверху Сильнее Чем обычно То Поклевки Леща Когда он Предательски Чуть-чуть Поднимает Они На нем Видны Лучше То есть Вариативность Есть Задача С которой Лучше Справиться Кивок Другой Модели Я считаю Что Не стоит Быть Скажем так Квадратом Надо Быть Вариативным Во всем Не идти На поводу У своих Каких-то Собственных Постулатов И Придерживаться Именно Результативности Всей Ловли В целом Вот То есть Если Вы Принципиально Не хотите Допустим Использовать Гнутый Кивок Из Рентгеновской Пленки Или Допустим Не хотите Использовать Медленный Металлический Кивок То Это Как бы Просто Понижает Общую Результативность Вашей Ловли Использовать У 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 В общем результативность большого чертика ниже, чем у мормышки той, на которую до этого рыбачил. Поклевок меньше, так что сейчас опять ту поставлю и в обратном порядке, получается, пройду луки на которых сейчас трес черта. Сейчас что-нибудь поймаю. Продолжение следует... Чуть-чуть прижал. Мелкие, конечно. Мелкие соплясти. В общем, ребята, рыбалочку сегодняшнюю... Пора заканчивать. Обжал. Рыбка была небольшая. Сегодня рассказал я вам немножко свои мысли по поводу использования различных кивков. Испытал сегодня в работе свою новую модель кивка. Немножко обкатал прототип новой мормышки лещевой. Как бы... Ну, если бы лещ был покрупнее, тогда можно было бы сказать, что на момент пьет. Вот, ну, как бы, льет, но надо, конечно, еще испытать. Очень сильно порадовала сегодня погода. Практически без ветря. Периодически пролетает снежок. Иногда сквозь тучи проходит. Солнышко. Хороший, красивый закат. Дышится изумительно. Особенно после той погоды, которая была буквально на прошлой неделе. Когда было минус 29, минус 20, минус 25 с ветром по губам. Сегодняшний день, когда сегодня всего-навсего минус 4. Просто подарок. Рыбку поклевывает. Поклевки интересные. Но опять вопросов больше, чем ответов. Вопрос номер один. Как подсечь так клюющего подлещика? Когда он просто подходит и плюет на мормышку. У тебя вздрагивает кивок, ты подсекаешь его в молоко. Вопрос номер два. Где же та самая мормышка, на которую будет клевать всегда и везде? Вопрос утопический и риторический. В общем, ребята, у меня на этом все. Берегите себя. Всем не хрустань, чешуи. И я думаю, что скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok